Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Маша! Стёп, ну наконец-то! Заждалась. Ой, какой ты холодный. Пойдём в дом греться. Погоди, погоди, Мань. Угадай, что я принёс. Не знаю. Ну? Гляди, с Генкой набили. Маш, ты чего? Маша. Простись, друг. Мне просто не по себе стало. И птицы эти мёртвые. Нас найдут, да. Я так долго искал тебя, Маш. Никто нас не найдёт. Не бойся. Случайно под снегом нашёл. А весна наступит, я тебе под снежников наберу. Я же помню, ты их любишь. Прости меня, брат, я просто запутался. Я же тебе говорил, что именно Котова надо больше всех опасаться. У него работа такая, убедительная языком чесать. Думаешь, я что-то скрыл от тебя? Обидно, честное слово. Это после того, как я тебя так долго искал, потом бегал за тобой, хотя мог бы запросто наплевать и забыть. Мы же с тобой с детства доверяли друг другу на сто процентов. Прости. Он так убедительно говорил, понимаешь, размахивал этими бумажками. Просто голова разрывается, серьёзно. Запомни, нет никакой Марии Богатырёвой. Есть только семья Костомаровых, ты их единственный законный наследник. И только поэтому тебя и собирались убрать. Потерпи, Рус. Ты обязательно всё вспомнишь. Не давай слабину, слышишь? Котов именно этого от тебя и добивается. Да, спасибо, брат. Ты для меня так много всего делаешь, а я... Ладно, прости. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ладно, поехали. Выпей и ложись спать. Угу. Может не надо? Башка раскалывается. Надо, надо. Расслабишься. У тебя завтра важный день. Тебе надо быть в форме. Всё, давай. Брат, а когда мы сможем Анну забрать? Какую Анну? Ну, ту, которую ты меня забрал. Она мне как мать выходила у меня. Слушай, спи, а? Мне на работу надо. Забыл. Евгений. Да, я слышал. Здрасте. Я же сказал, у парня не все дома. Его нельзя выпускать из отеля. Я не хочу, чтобы его здесь нашли. Позвонили бы сразу мне. Он был совершенно вменяемый. Показал адрес. Спросил, как добраться. Сказал, что с вами встречаются. Ну, а раз с вами... Тогда зачем я вам плачу? Вот. Еще раз. Он не в себе. Понял. Его нельзя выпускать из отеля. Чтобы больше такого не повторялось. Обещаю. Больше не повторится. Ты что здесь делаешь? То есть... То есть ты меня за сумасшедшего держишь, да? Это просто алкоголь на тебя так действует. Рус, ты все неправильно понял, брат. Я забочусь о тебе. Твоего отца убили, а ты разгуливаешь так, словно нет никакой опасности. Ну, прости. Я покорячился. Этих людей надо держать в узде, если хочешь, чтобы они помогали. А ты что пошел за мной? Ты забыл. Спасибо. Как я не заметил. Рус, ты чего? Все нормально. Ничего, все нормально. Анатолий Иванович, я не виновата. Он пришел рано утром. Сказал, вас будет ждать, а сам весь трясется белый. Пьяный. Вон он ваши виски стал петь. Идите, я разберусь. Привет. Я тебя таким еще не видел. Что-то случилось? Выпей. Так тебе будет проще воспринимать то, что я скажу. В общем так, я пришел к тебе за помощью. Толю. Мою невесту. Украли. Слышала, что кошку сгубила? Ой, я... Я просто... Я в шоке. Честно говоря, я тоже. Значит, все это время она была у тебя. Я с ног сбился в поисках этой несчастной девочки. А ты хотел использовать ее для своих меркантильных целей. Да какие там цели, Толя? Плевать мне и на завод, и на деньги. Плевать. Люблю я ее. Толя. Как Настю любила. Тогда не смей заикаться про Настю! Кто меня? Ты будешь указывать, да? Ты всю жизнь мучил ее своим молчаливым присутствием. Другой бы на твоем месте уехал с глаз долой, а ты... Да ты просто мстил ей, заставляя чувствовать себя виноватой. Это был ее выбор. Да потому что она была замужем. Замужем! А замужние женщины табу! И беременны от твоего родного племянника тоже! Кто мне будет об этом говорить? Ты мне будешь говорить? Тогда мне плевать! Понял? Во что ты превратил меня? Мне плевать! Да ты же выродок, Федя! Ты же выродок! Анатолий Иванович! Анатолий Иванович Федор Алексеевич! Убери его! А то я за тебя не ручаюсь. Если ты знаешь, где она, верни мне ее. Пожалуйста. Жених чертов! Этот павлин облезлый чуть не женился на Маш. Анатолий Иванович, вы говорили о Богатыревой? То есть я был прав? Она все это время была у Федора? Черт! То не может быть! Да, этот негодяй всех нас обманывал. Строил невинное лицо, а сам в итоге Маш избежал от него. С парнем, о котором я тебе говорил. Вот только почему этот Степан не позвонил мне? Ведь я же сказал, что могу помочь. Это тот самый водитель бульдога, что напал на вас? Да. Тогда надо ехать в клуб и все выяснить. Да, Артем, попробуй аккуратненько расспросить там что да как. Только ни в коем случае не рассказывай ему ничего конкретного. Степа, как же здесь красиво. Тебе здесь нравится? С тобой мне везде хорошо. Пойдем? Ну, Машка, держись. Я тебя так сильно люблю, Машенька! Я тебя так сильно люблю, Машенька! Я тебя тоже. Где? Здесь? Да, там. И вот здесь. Ну, еще раз поздравляю с законным браком. Спасибо. Всего хорошего, как говорится. Заткни фонтан. Пожалуйста. Не надо мне так смотреть. Я и так пытаюсь быть предельно корректным. Не надо о благах. Ты лучше сделай так, чтобы вот эти вот бумажки на суде сработали. Когда, Сушевин? Я стараюсь ускорить процесс, как могу. Надеюсь, на следующей неделе уже... Если ты не оформишь меня опекуном до того, как объявят наследника, ты не только отдашь мне аванс, но и свою новую тачку. Что там у тебя? Порше, я слышал. Милую тебя, но это кредитный автомобиль. А мне по барабану. Тук-тук. Шеф, вас тут спрашивают. Зови. Все, простимулировался. Арбайтом не ждет. Вперед из песни. О, кто пожаловал? А вот и стервейка. Пришел поздравить, что ли? Заходи. Чего надо? Воды можно? На, глотни. Нет, спасибо. Я до сих пор в себя не могу прийти. Похоже, Анатолий Иванович ведет свою игру. И очень грязную. Какой же я был дурак. А можно поконкретнее? Я подслушал его разговор. Он нашел Богатыреву и решил спрятать ее от всех. Я думаю, он хочет, чтобы она все на него переоформила. Что за бред, а? Тихо. Продолжай, интересно. У тебя в клубе работал его человек. Я думаю, он везде своих агентов держал, чтобы всех нас контролировать. Короче, когда Котов нашел Машу, он поручил этому парню увезти ее и спрятать. Что за парень? Степан? Да. А ты что, уже знаешь? Он несколько дней как пропал. Я знал, что с этим парнем что-то нечисто. Это как-то в голове не укладывается. Кстати, ваш диагноз наверняка тоже делал рук Котова. Ты был прав тогда у больницы. Да еще бы. А не знаешь, куда этот Морозовик мог ее отвезти? Нет, этого я не слышал. А можешь узнать? Боюсь, что нет. Судя по всему, Котов уже никому не будет доверять. Он вышел на финишную прямую и хочет огорошить нас всех уже в суде. Послушай, это бред. Я в это не верю. Зато я верю. Когда тебя в психушке закрыли, вот только вот он один говорил, что дело нечисто. А Котов тогда знал, что диагноз будет. Надо перехитрить этого старого лиса. Братва, все ко мне! Котов! Котов! Котов, котов! Родные мои, любимые. Простите меня, что я так долго не приходила. Не было возможности. У меня радостная новость для вас. Ребёночка я жду от Сашки. Доктор сказал, три недельки уже. Чувствую, пацан у меня будет такой же красивый, как Сашка. И теперь-то мы с ним навсегда вместе. Ведь ребёнок это на всю жизнь. Правда, мамочка? Так мне вас не хватает. Вот так не хватает. И Машке на самом деле тоже не хватает. Так с ней подло поступило, так стыдно. Но ничего, ничего, мои родные. Теперь там с ней делить нечего. Обе пузатые ходим. Так, выносим. Здорово. Аккуратнее. Давайте его к нам в подсобку. Пошли. Алло, Анатолий Иванович, ну, я тут всех опросил. Мёртвый номер, никто ничего не знает. Так что, похоже, мы в тупике. Их доставай. Так, вы заедете. А. В. А. Мертик. Лампочка опять перегорела. Папки мои где? А я их спрятала. Ты так, проходи в ботинках. Только протри маленечко. У нас праздничный ужин. Это по какому поводу? Вот, есть повод. Ты проходи, садись. Наливай вот. Я сейчас. Вот. За что пьем? За нас, конечно. Ой. Смотри. Смотри, платье какое новое, шелковое. Посмотри, Саша. Нравится тебе? Саша, ну подожди, ну успеется еще. Давай лучше еще выпьем. А вот сейчас ты за него выпил. За сыночка. Сашка. Саш. Я же беременна. Сашечка. У тебя наследник будет. Просто уверена. Лучше всех врачей чувствую. Никакого ребенка не будет. Слышу? Сашечка. Сашечка, как же не будет-то? Как же не будет? Ему же три недельки уже. Я же тест сделала. Я тебе зачем эти таблетки покупал, а? Курва хитрая, чтоб ты их не пила? Отмашки ребенка хотела, а тебя нет. Точка! Три недели ты не срок аборт сделаешь. Сашечка, ну это же наш малыш. Мне он не нужен. Я тебя терплю. Но детей... Детей от любимой женщины рожает. Ты у меня как в ком в горле, как зараза. Хочешь рожать, пожалуйста. Только собирай свои манатки и вали отсюда, чтоб я тебя не видел. На все четыре стороны, поняла? Тихо, тихо, ребят. Тихо, тихо, тихо. Тихо, я сам. Где кореш твой с девкой? Я не понимаю, о чем ты. Не шути со мной. Пошел ты! Пошел шсти везде. Пошел. 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 Значит, имеем недвижимость в сельской местности, да? Пошел. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА